Ммм, лето закончилось! Я сейчас в Болгарии Но отпуск подошел к концу и пора возвращаться Лето прекрасная пора Я просто обожаю, когда ученики за 3 месяца забывают все то, что мы с ними изучали целый год Конечно, они отдыхают от школы и от английского Я поняла одну вещь Мы, учителя, просто обязаны донести до родителей и до учеников понимание того, что прерывать изучение английского языка во время каникул нельзя Во-первых, домашние задания Ну, если говорить откровенно, то домашние задания летом не работают Потому что они либо его не делают вообще, потому что они знают, что за этим не последует никакого наказания Либо делают все в последний момент Как я Как быть? Можно разбить домашние задания по нескольким блокам И для каждого из блоков выставить дедлайн Например, раз в неделю они должны вам прислать какое-то определенное задание Для этих целей очень удобно использовать Google Class А тем, кто выполняет и высылает все задания вовремя Можно придумать какие-нибудь поощрения Например, констовары, стикеры или подписку на Яндекс.Музыку Еще очень классная идея — это марафон В этом году я попробовала его в первый раз на нашей платформе Вимбокс У вашего студента есть 6 недель и 6 заданий, которые они должны выполнить за это время Каждая пройденная неделя — это личный achievement обучающегося Задания могут быть разными Например, чтение статьи по любимой теме на английском Или съемка тревел-блога о своем отдыхе Конечно же, задания должны быть адаптированы под уровень ваших обучающихся И соответствовать их интересам Ну а если вы не работаете на нашей платформе, то вы можете создать марафон сами Еще ваши ученики могут в игровой форме практиковать английский Например, используя различные приложения, такие как Кстати, на нашем основном YouTube-канале Вы сможете найти видео с очаровательным америкашкой Дэнни Про лучшие игры на английском языке Ну и, конечно, всегда можно порекомендовать своим ученикам летом смотреть любимые фильмы, сериалы Различные летсплеи и просто видосики на YouTube Важно! На английском языке и с английскими субтитрами Если вообще субтитрами То есть, если там будут субтитры, пусть они будут на английском Самым лучшим способом эффективно провести лето и попрактиковаться в английском языке Это языковой лагерь Моя любовь к английскому началась именно тогда, когда после девятого класса Меня отправили в лингвистический лагерь в Болгарию И где я смогла впервые пообщаться с носителями Сейчас я снова здесь И эти теплые воспоминания на меня нахлынули В нашем лагере мы не просто общались с носителями У нас ежедневно проводили занятия и вечерние мероприятия на английском языке А еще у нас была drama teacher, с которой мы ставили сценки в оригинале И в конце второй недели мы уже переключались и не могли вспомнить какие-то слова на русском И говорили, а как это по-русски сказать? Нет ничего лучше погружения в языковую среду Но счастливее всех была наша учительница английского в школе Потому что мы приходили к ней на первые занятия уже разговорившимися И готовыми осваивать язык с новыми силами Как правильно выбрать языковой лагерь? Здесь нужно учитывать некоторые нюансы Например, считается, что английский язык нужно учить непременно в Англии или в Америке Это довольно затратно Но при этом в такие лагеря обычно приглашают детей со всего света Поэтому, проживая вместе с учеником из Китая, ребенок начинает говорить на китайском английском В худшем случае они вообще не практикуют язык и говорят с другими русскоязычными ребятами В связи с этим важно, чтобы ученики жили в принимающих семьях Ну, чтобы английский практиковать всегда и везде И с носителями, чтобы эти семьи тоже были носительными Учить английский можно и в других странах Там тоже будут дети со всего света и преподаватель-носители Например, Кипр или Мальта По этим направлениям Sky and Travel уже помог многим обучающимся прокачать свой английский Не стоит пренебрегать и российскими лагерями, которые тоже предлагают достойные варианты Этим летом Sky and Camp расположился в Подмосковье и в Розе Хуторе в Сочи У детей было более 50 часов английского языка с опытными преподавателями и преподавателями-носителями А это значит полное погружение в язык Представьте, что вместо обычных школьных учебников Дети на уроках создают квест в Augmented Reality Защищают свой стартап и разрабатывают свой Smart Home of the Future Идея программы была объединить интерактивное обучение с Project Based Approach Поэтому часть урока была посвящена разработке авторского проекта групп Какие были результаты смены в нашем лагере Розе Хутор? Каждая группа сделала по 9 проектов Они придумывали рестораны для иностранцев Снимали ролики на YouTube Проектировали технические новинки И все это на английском Для детей были проведены 13 мероприятий Dance battles, intellectual games, talent shows Самое главное, дети отметили, что они начали думать на английском В общем, лето это целых 3 месяца, четверть года Покажите, что это время экспериментов и challenges Если у вас есть свои фирменные приемы Как замотивировать своих студентов на изучение английского летом Поделитесь ими, пожалуйста, в комментариях Я буду их очень ждать На этом не все Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео Подписывайтесь на наш канал И присоединяйтесь к нашей дружной команде преподавателей Skyeng Как это сделать? Ссылочка внизу Stay tuned! Bye! Субтитры сделал DimaTorzok